По доброй традиции мы начинаем нашу звездную дорожку. Амурские журналисты, чью работу покажут нынче в рамках фестиваля, московский военный корреспондент, чей фильм уже открыл военную ретроспективу. И те, чьи лица и имена мы знаем давно и наизусть. Ровно в шесть вечера артисты, прибывшие в Благовещенск, в рамках фестиваля кино и театра «Амурская осень» под гром аплодисментов прошагали по центральной площади столицы Преамурья. Всего за дни культурного события по заверению Сергея Новожилова, президента фестиваля. Нас посетят не менее 300 звездных гостей. Их проход по звездной дорожке – это не только демонстрация костюмов, но и реклама для спектаклей и фильмов, которые будут показаны на 12-й Амурской осени. Кстати, хочется отметить, что на некоторые спектакли билеты уже полностью проданы. Например, чего же хотят мужчины? Наверное, все хотят увидеть Ивара Калыша, который неоднократно приезжал на Амурскую осень. 14 фильмов и 8 спектаклей нынче в конкурсе фестиваля. И каждый из них – подарок амурскому зрителю. Большинство из проектов сложно будет увидеть вне Амурской осени. Авторское кино в Благовещенских кинотеатрах – редкость. В этом году, как никогда, у нас очень сильная конкурсная программа собрана. И многие фильмы, которые не были представлены на других российских кинофестивалях, будут в Благовещенске. Более того, она самая большая за все годы. 14 картин в конкурсе. Многие участники дорожки сразу настраивались на работу. Сергей Никоненко в качестве председателя жюри антрепризы выступит впервые, хоть журит в своей жизни не раз. На эту роль согласился по его признанию, чтобы просто спектакли посмотреть. Председателям обещает быть строгим. На дорожке обошлось без падений и курьезов. Зрители и артисты порадовали своей открытостью. Звездные автографы, улыбки и совместные фото достались всем желающим. Удивили нарядами. О дресс-коде артисты по их же признанию не слышали. Одевались кто во что посчитал нужным. Например, Сергей Колесников, звезда четвертого «Крепкого орешка» и программы «Фазенда» на Первом канале прошагал в отличных вельветовых штанах. Их даже президент фестиваля отметил. Уроженец Шимановска Александр Мохов, народная артистка России Татьяна Догилева и молодые звезды Татьяна Арнгольц и Григорий Антипенко за свой проход сорвали, пожалуй, самые громкие аплодисменты. Овации за выступления им еще предстоит заработать. Светлана Соловьева, Михаил Величкин, Денис Лугов, программа «Город».